Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалмов царя Давида. Господи, помяни царя Давида и всю кротость его. Сегодня мы будем читать 66-й псалом. В православной толковой Библии говорится об этом псалме. В еврейской Библии псалом в надписании не имеет имени автора. 70 же, то есть септуагинта, и вульгата, это латинский перевод блаженного иронима, указывают на Давида. Связь содержания этого псалма с предыдущим в самом тоне хвалебно-торжественном, равна как приглашение всех народов к прославлению Бога, одинаково находящиеся в обоих псалмах. Ну, как мы уже говорили, если псалом не имеет надписания, скорее всего, он имеет что? То есть он является продолжением предыдущего псалма. Но в септуагинте есть надписание, в конец, песнь, псалом, песни Давида. Такое надписание. И по-церковно-славянски дается по септуагинте. В конец, в песнях, псалом, песни Давиду. Если мы берем еврейский текст, то здесь «Управителю на мелодичных псалом песнь». И действительно мы видим, что в еврейском тексте нету надписания имени Давида, значит, это как бы относит этот псалом к предыдущему псалму. Псалом небольшой, всего восемь стихов. И мы читаем начало этого псалма. «Боже, ущедри нас и благослови нас, яви светлым лице свое нам и помилуй нас». О чем это? Это прошение. «Боже, ущедри». То есть «Боже, помоги, пошли нам некую помощь». «Боже, ущедри нас и благослови нас». То есть не просто «помоги», но и «подними нас на ноги», потому что быть благословенным означает быть праведным и благочестивым. «Яви светлым лице свое нам». То есть если ты нас благословляешь, милуешь, то ты открываешься нам светлым ликом и помилуй нас. Как бы одно дополняет другое. «Чтобы узнать на земле путь твой во всех народах спасение твое». Вот здесь как бы решение такое сложное. «Давид просит ущедри, благослови, помилуй». А оказывается, он просит ради того, чтобы узнать на земле путь твой. А как мы можем узнать путь Божий? Когда мы следуем путем заповедей Божьих, то есть путем исполнения воли Создателя. Это очень правильно. «Во всех народах спасение твое». Давайте посмотрим, как это будет звучать с еврейского. «Бог да милует нас и благословляет. Да зарит он лицо свое нам, чтобы знать на земле твой путь меж всех племен твое спасение». То есть здесь явно идет речь о том, что спасение, путь спасения как бы начинается с еврейского народа, но потом принадлежит всем народам земли. В формате христианства спасение было предложено всем народам земли. «Чтобы узнать на земле путь твой, во всех народах спасение твое». Вот путь Божий мы познаем через Библию, через Священное Писание. Все авторы этой книги, за редкими исключениями, это лица еврейской национальности. Но эта миссия, она совершалась не ради их самих. То есть она должна была принести им благо, но и вид спасения всем остальным народам. Потому что Бог хотел видеть израильский народ как народ-светоч, который освещает путь для других народов. Но вот эту миссию они не выполнили. Они выполнили первую часть. Были написаны книги Ветхого и Нового Завета этими людьми. А только в формате церкви вот действительно явлено было спасение многим народам и многим племенам. «Да славят тебя, Боже, народы!» И так же получается с еврейского «Тебя возблагодарят народы Божии». «Тебя возблагодарят народы все». И действительно почти нет таких народов, которые совершенно ничего не слыхали о христианстве и не могут прославлять Бога чтением Псалтири. Таких народов почти не осталось. «Да возвеселятся и да возрадуются племена, ибо ты будешь судить народы по правоте и руководить племенами на земле». О чем это? Здесь речь идет о Христе Мессии, который будет судить все народы и который через церкви, через церкви свои, по правоте будет руководить племенами на земле. Мы знаем, по местной церкви они возникали сразу при апостолах, церковь Британии, церковь Испании, византийская церковь и так далее. «Да возвеселятся и да возрадуются племена, ибо ты будешь судить народы по правоте и руководить племенами на земле». Это через церковь. Прежде всего через епископов, которые являются хранителями веры и ее точными выразителями. «Да славят тебя народы Божии! Да славят тебя все народы!» То есть не один народ какой-нибудь, не только еврейский народ, не только русский народ. Все народы должны войти как бы в словословие этого огромного планетарного хора и поучаствовать в прославлении Бога. Поэтому нотки национализма недопустимы в христианском свидетельстве, ибо к спасению и к прославлению Бога в этом псалме призываются все народы и все племена. Племена в сравнении с народами – это этнические группы внутри одного этноса. Например, русский этнос вмещает в себя и великоросов, и малоросов, и белоросов, и нечто подобное и в других крупных этносах. Да славят тебя народы Божии! Да славят тебя все народы! Земля дала плод свой, плод земли – это урожай, но имеется в виду урожай, как Христос говорит, «Нивы уже побелели, жатвы много, а жнецов мало». То есть мы приносим Богу от начатков урожая, то есть обращенных в церковь, мы предлагаем Богу как наше приношение. «Земля дала плод свой, благослови нас, Боже, Боже наш». Собственно говоря, земля, которая дает плод, это человечество, а из человечества вычленяются святые, они и являются зрелым плодом. Например, зрелые плоды еврейского народа – это прежде всего Дева Мария по плоти потомок Давида, она есть зрелый плод на древе Авраама, Исаака и Якова, это апостолы, это пророки Божии. А плоды, которые приносят другие народы и племена, это их святые, которые являются точными выразителями как бы чайней того или иного народа. И вот не так давно произошла канонизация в русской церкви многих британских святых, которые жили задолго до разделения церквей, это очень разумное решение, потому что каждый народ имеет таких святых, иначе бы он не состоялся бы в истории. И окончание псалма – «Благослови нас, Боже, и да убоятся его все концы земли». То есть «Благослови нас всех, все народы, которые преклонили свои колени перед Богом, Богом христианским, и воспевают ему псалмы, и да убоятся его все концы земли». То есть те, которые еще не вошли в церковь, да испытают страх. Но к ним обращена проповедь, как сказано, «И будете свидетелями мне до пределов земли». То есть дойдите до тех, которые живут на пределах земли. А разве у земли есть пределы? Она круглая. Предел земли, в понимании христианских экзегетов, это достучаться до каждого сердца. Ибо сердце человека есть поле битвы между силами зла и силами добра, Богом и дьяволом, светом и тьмой.